КОКТЕЛЬС Всем привет! Сегодня в выпуске я вам расскажу о Коллинсах. Это коктейли, в состав которых входит алкоголь, лимонный сок и содовое. Классическим вариантом таких коктейлей относятся Джон Коллинс и Том Коллинс. КОКТЕЛЬС Особое внимание хотелось бы уделить коктейлю с названием Том Коллинс. Большинство авторов изданий для барменов придерживаются версии лондонского происхождения Коллинсов. Якобы этот коктейль был изобретен в ресторане Лиммерс официантом по имени Джон Коллинс. И в состав его коктейля входил голландский джин Джиммилер. Также существует другая версия, что этот коктейль был впервые создан в отеле Плантерс в Сент-Луисе. Первоначально в 1850 году этот коктейль готовился на основе Old Tone Джин. Вида этого джина сейчас практически нигде нет. Также существует другая версия, якобы этот коктейль был изобретен в Сент-Луисе в ресторане Плантерс. С 1850 года и какое-то первоначальное время этот коктейль готовился на основе Old Tone Джин. Old Tom Gin это был слегка подслащенный джин, такой разновидности сейчас практически не найти. И благодаря Джиму Old Tom коктейль так и стал называться, Tom Collins. И, кстати, в этом отеле работал Джерри Томас, автор первого барменского справочника. Но перед тем, как я начну готовить коктейль, хочу заметить, что коллинсы и физы в чем-то похожи. Но коллинсы это более усовершенствованный вид физов. Коллинсы можно немного отнести к мужским коктейлям, а физы все-таки к женским, потому что в коллинсы часто добавляется ангостура, то есть это придает этому коктейлю какой-то более мужской вкус. И для того, чтобы приготовить коктейль для девушки, нужно добавить немного больше сахарного сиропа и немного больше сока лайма. А для мужского коктейля поменьше. Обойдутся мужики. Ну и самое время начать готовить коктейль. В шейкер с сальтом я добавляю 50 миллилитров джина. Теперь добавлю в шейкер 30 миллилитров лимонного сока. Ну раз 30 миллилитров, значит я все-таки готовлю этот коктейль для девушки. И 10 миллилитров сахарного сиропа. И ангостуру. Пару-тройку дальше. И делаю шейк. И теперь предварительно подготовленный и охлажденный бокал. Со слайсом лайма я переливаю получившийся коктейль, но заполняем бокал не до конца. Потому что здесь еще будет развертка, точнее содра. Содра получается примерно 50-60 миллилитров. Сверху этот коктейль можно украсить, например, вот таким украшением. Лимонным и вишеным. Том-Коллинз готов. Помимо классического рецепта коктейля Том-Коллинз, также существует ягодная версия. Малиновый Том-Коллинз. И американцы про него говорят. Он такой же наш, как и любой другой Коллинз. Для приготовления малинового Тома-Коллинза потребуется шейкер. Естественно, сальдо. Сюда необходимо добавить 40 миллилитров джина. 10 миллилитров сахарного сиропа. 15 миллилитров лимонного сока. И 30 миллилитров малинового литера. Все ингредиенты хорошенько взбить. Теперь, перед тем, как я его буду наливать, я наполню бокал крашем. Теперь сюда перевью получившийся коктейль. И в качестве украшения буду использовать шелл из лайма, внутри которого лежат ягоды ежевики. Ну и трубочка. Трубочка, конечно же, малинового цвета. Малиновый Том-Коллинз готов. Кроме ягодного варианта коктейля Том-Коллинз, существует также еще несколько популярных разновидностей Коллинза. Например, Джон Коллинз, о котором я сказала в начале выпуска. Но вместо джина используется бурбон. Есть еще такой вариант коктейля, как Хуан Коллинз. Как вы уже догадались, по слову Хуан, точнее по имени Хуан, в нем используется текила вместо джина. Также есть коктейль Ром Коллинз. Там уже используется Ром. А есть еще особый вариант коктейля, это водка Коллинз. Конечно, ну куда же мы без водки. К этому коктейлю принято подавать маринованный огурчик, который очень-очень подойдет по вкусу к водке Коллинз. Также из ягодных вариаций коктейля часто можно встретить кивничный и персиковый Коллинз, где используются соответствующие ликеры. Вот такие вот дела у Коллинзов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте о том, что мы есть в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. До новых встреч, пока! Че, Вася, вкусные коктейли из-за дела? Угу. Пей, пей. Субтитры сделал DimaTorzok